Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о чуде, которое произошло в России, в городе Куйбышев в 1956 году, в доме номер 84 по улице Чкалова, жили Клавдия Балонкина с сыном. В новогоднюю ночь сын пригласил в гости друзей. Среди приглашенных была Зоя Корнаухова, которая накануне познакомилась с молодым студентом по имени Николай, который обещал прийти к ним на праздник. Все подруги были с парнями. Зоя сидела одна. Николай задерживался. Когда начались танцы, она заявила, если нет моего Николая, буду с Николаем угодником танцевать. И направилась к углу, где стояли иконы. Друзья испугались, а? Зоя это грех, а? Но она сказала, если есть Бог, пусть он меня накажет. Взяла икону, прижала к груди. Вошла в круг танцующих, и тут яркая вспышка. Вдруг Зоя застыла, словно вросла в пол. Молодежь в страхе разбежалась. Ее невозможно было сдвинуть с места. А икону нельзя было взять из рук. Она будто приклеилась намертво. Внешних признаков жизни девушка не подавала. Но сердце билось. О событии быстро узнал весь город. Милиционеры боялись подходить к обездвиженной Зоя. Врачи ничем не могли помочь. Когда они пытались сделать укол, иглы ломались и не проходили в кожу. Зоя стояла на деревянном полу. Но вырубить ее из пола, для того, чтобы отвезти в больницу, не могли ни стамеской, ни топором. Деревянный пол был как будто бетонный. Инструменты ломались. Приходили священники и тоже ничем не могли помочь. Но потом появился иеромонах Серафим, который взял икону из рук Зои и предсказал, что ее стояние закончится в день Пасхи. В десятых числах января у домов номер 86 и 84 по улице Чкалова стали собираться горожане, услышавшие об окаменевшей женщине, которую называли «каменная девушка». По разным оценкам, здесь побывали от тысячи до десятков тысяч человек. Вскоре в месте массового скопления людей были установлены милицейские посты, в том числе конные. По ночам Зоя кричала «Молитесь, земля, горит в грехах». Молодые милиционеры от этих криков были посидевшими. Люди рассказывали друг другу, что женщина в доме окаменела или одеревенела. После того, как стало танцевать с иконой. По некоторым сведениям люди не один раз видели в толпе старичка. По описаниям очень похожим на Николая Угодника. В те дни много людей поверили в Бога. Власти у свидетелей происшествия взяли подписку о неразглашении на 50 лет. Так как в те годы была борьба с религией. Зоя без воды и еды простояла 128 дней и умерла на третий день Пасхи. Позже об этом чуде были написаны книги. В 2009 году был снят фильм, который так и называется «Чудо». А напротив дома, где все это случилось, установили памятник святителю Николаю. На этом на сегодня все. Следующий рассказ будет о чудесхождении и нисхождении благодатного огня. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ, или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него. И Бог вас никогда не оставит. Всем пока!